Эта женщина о сиротах знает всё. Она посвятила ей множество книг и рекомендации для приёмных родителей. Людмила Петрановская пришла на завтрак к нашей коллеге Наталье Панкратовой. Смотрим. Доброе утро. У нас сегодня очень необычный гость, семейный психолог и специалист по семейному устройству детей Людмила Петрановская. Здравствуйте. Огромное вам спасибо, что пришли. Людмила Петрановская. Семейный психолог, тренер, ведущий, специалист по сиротству. Автор множества пособий и книг о приёмных детях. Известный блогер, публицист. В своих работах затрагивает широкий спектр общественно-политических тем. В 2001 году Петрановская стала лауреатом премии президента Российской Федерации в области образования. Вы очень много ездите и обучаете людей, я правильно понимаю? Расскажите, пожалуйста, вы учите приёмных родителей правильно вести себя с детками? Ну, у нас много довольно региональных таких программ обучающих. Это могут быть программы с самими приёмными родителями, но ещё больше я веду программы для специалистов, которые работают с приёмными родителями, потому что эта сфера очень бурно сейчас развивается, стремительно, а подготовки специалистов толком так и нет. И люди, которые приходят в эту сферу, имеют даже какое-то психологическое образование или педагогическое, они часто не очень знают, как подступиться, не знают, как быть, не понимают, что происходит. И вот поэтому моя основная деятельность – это проведение для них семинаров, тренингов, чтобы как-то ввести в тему и дать возможность работать более эффективно. В последние годы очень часто, очень много говорится о том, что детей нужно забирать всеми, нужно брать опекунство. Да, детей стали брать больше, и детей в детских домах стало меньше, и тут много разных факторов. Но частично это просто демография, потому что у нас идёт демографический спад, и детей становится просто меньше детского населения просто, соответственно, в том числе и воспитанников детских домов. Поэтому уменьшается количество. Больше стали люди брать, гораздо более активно. И вот у нас, например, в нашей организации есть школа приёмного родителя, и огромное количество обращений. Мы не успеваем принять всех желающих, у нас появляется лист ожидания, людям приходится ждать по 2-3 месяца, пока освободится место в группе в очередной. То есть это много обращений. Очень выросло число людей, которые готовы брать не только совсем крошечных детей, но и детей постарше, детей с какими-то сложностями здоровья. То есть выросла как бы такая возможность, ширина принятия ребёнка в семью. Вот чем мотивированы люди, которые берут ребёнка в приёмную семью обычно? Ведь там же есть какие-то поощрения от государства. Поощрения от государства есть, и это очень хорошо, потому что я знаю немало случаев, когда семья бы просто не потянула, например, ещё одного ребёнка, а с помощью именно пособия она может это потянуть. Они всегда меньше, на самом деле, чем затраты семьи на ребёнка, но это то подспорье, которое позволяет что-то сделать, потому что дети, к сожалению, из учреждений очень часто показываются запущенными. То есть с ним не занимались, что-то недолечивали им. Очень много у семьи уходит денег на занятия, на репетиторов, на какие-то консультации дополнительные, на что-то ещё. То есть надо ребёнка реабилитировать, надо очень много в него вкладывать. Кто-то хочет просто ещё одного ребёнка. Это может быть первый ребёнок, это может быть не первый ребёнок. Другие дети могут быть родными и приёмными. Очень разные ситуации. Довольно много, например, людей, у которых старшие дети уже стали совсем большими. А сейчас всё-таки люди 50 лет, это очень энергичные ещё люди, которые ещё полны сил, и они не собираются ещё садиться на скамеечку и складывать ручки. Они готовы что-то ещё сделать. Они берут детей. Кстати, часто такие люди как раз берут детей постарше. Очень много людей, которые начинают с какой-то помощи детским домам, ну такой волонтёрской, какие-то подарки приносят или праздники делают. Ну такой наивной, я бы сказала, волонтёрской. А потом постепенно втягиваются, начинают общаться с детьми. И через какое-то время понимают, что никакие подарки и праздники детям реально ничем не помогают. И понимают, что единственный способ на самом деле помочь ребёнку – это стать для него близким взрослым. И я знаю очень много приёмных родителей, которые… Вот так приходят приёмные родительства. Сначала начинают просто помогать, а потом понимают, что самое лучшее, что они могут сделать – это одного, двоих, троих, сколько получится. Пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Ну, чтобы утро каждое было хорошее, чтобы каждый раз с утра думали, ух ты, сколько сегодня будет интересного. Спасибо огромное. У нас в гостях была психолог Людмила Петрановская.